Силовые тесты, нормативы для мужчин или как понять, что пора переходить на периодизацию? Другими словами, каковы должны быть ваши силовые показатели, чтобы грамотно перейти на тренинг по классическим культуристическим бодибилдерским сплит-программам, чтобы этот переход был обоснованным и продуктивным? Физкульт-привет, друзья и ученики! И просто случайный зритель! Давайте поговорим сегодня на тему тренинга, конкретно о силовых показателях, которые вы должны достигнуть на начальном этапе тренинга, чтобы перейти с уровня новичок на уровень середнячок и начать тренироваться по системе периодизации. Другими словами, циклировать свои тренировки, основываясь на различных типах мышечных волокон. Ведь только так можно постоянно и уверенно прогрессировать, даже без применения фармакологии. Я очень подробно рассказываю об этом в своих статьях и видеороликах. Все вы, кто следит за моими трудами в этой области, не раз слышали о программах начального уровня, в которых я подробно рассказываю о тренинге на этом этапе, в статьях ступени. А их нужно преодолеть пошагово, одна за другой. Каждая из ступеней, а их три, на начальном уровне содержит тесты, нормативы, по которым любой тренирующийся самостоятельно может определить, что успешно прошел программу данной ступени и готов переходить на следующую. Так каковы же нормативы для каждой из трех ступеней? А именно три ступени характеризуют начальный уровень. Все проще, чем может показаться на первый взгляд. На первой ступени мы практически знакомимся с тренингом и грамотной техникой в двух из четырех самых важных упражнениях для натурала. Это приседаниях и становой тяги, а в двух других наиважнейших упражнениях, брусьях и подтягиваниях, пытаемся достичь результата в десять повторений в пяти подходах. Это будет значить, что мы закончили с первой ступенью и готовы перейти на вторую. Запомнили, приседания и становая тяга на первой ступени только отработка техники, а брусья и подтягивания целиком и полностью пашем работаем, пока не достигнем в пяти подходах десять повторений. Обычно это занимает, как я уже говорил не раз, два-три месяца. За это время вы доведете технику выполнения, как в приседаниях, так и в становой тяге, до хорошего уровня и сможете делать в каждом из них те же пять подходов в восемь-десять повторений с весом плюс-минус пятьдесят килограмм. Большинство тренируется совершенно по-другому, но только такой подход является грамотным и обоснованным. Время, которое вы посвятите отработке техники в приседе и становой тяге, откликнется вам сторицей в будущем, а силовой фундамент, который вы заложите в подтягиваниях и брусьях, скажется в последующем прогрессе на весь плечевой пояс, чего не понимает основная масса приходящих в тренажерные залы. Да, к сожалению, и большинство инструкторов. Вы просто не представляете, насколько важна именно эта первая ступень во всей вашей дальнейшей успешной карьере в тренажерном зале. Она заложит не только условия для постоянного прогресса, но и будет являться площадкой для вашей мотивации. Многие сейчас округлят глаза от непонимания, и именно по этой причине я написал большую статью, где популярно объяснил, что такое мотивация, как и откуда она берется, причины ее зарождения, и почему у одних она живет и крепнет, а у других сгорает как фитиль, без следа. Посвятив первой ступени примерно 3, максимум 5 месяцев, все будет зависеть только от вас и вашего усердия, вы перейдете на вторую ступень, на которой будете продолжать растить силу в подтягиваниях и брусьях. Но начнете уже работать, в отличие от первой ступени, и над развитием силы в приседах и тягах, при совершенствовании техники движения, естественно. Как понять, что вы переросли вторую ступень? Все так же просто, вес штанги в приседаниях и становой тяге должен увеличиться вдвое, с момента начала данной ступени, на 5-6 повторений. Сколько времени это займет, не важно, главное не переходить на следующий этап, не достигнув данного показателя. Но основываясь на многолетней практике, скажу, что максимум это займет месяцев 6-8, а у некоторых рост силы может быть и более быстрым, так как именно этот период является самым продуктивным в росте силовых показателей. За второй ступенью, по логике, вы перейдете на третью, которая является заключительной на этапе новичок, и преодолев которую, вы вступите на четвертую ступень, которая будет уже совершенно другая и больше похожа на всем привычный качковский сплит-тренинг. Как вы видите, в третьей ступени, наконец-то, появляется всеми нами любимый жим лёжа. Почему его нет в первых двух ступенях, я говорил не раз, но скоро сделаю отдельную статью и видео об этом. Как понять, что третья ступень будет пройдена? Очень просто, друзья. В приседаниях и становой тяге, вам должны покориться веса, равные полуторному весу вашего тела, на четких 6 повторений. К примеру, если вы весите 80 кг, то присесть и выполнить становую тягу должны со штангой весом 120 кг на 6 повторений в строгой технике. Жим лёжа должен быть минимум 90 кг на 5 повторений. Пока вы не осилите все необходимые нормативы каждой из ступеней, даже не думайте переходить на другую, ибо, повторяюсь в очередной раз, построение силового фундамента – это залог не только роста вашей массы и силы, но сохранение, улучшение здоровья, ваших сухожилий, связок и всего организма в целом, плюс гарантированный накопительный эффект в вашей мотивации. Тренируйтесь, друзья, грамотно и научно обоснованно, и тогда вы будете это делать с удовольствием, пользой и видимым прогрессом. Вы будете удивлены и будете удивлять и вызывать зависть у других, тех, кто начал свой путь в тренажерном зале глупо, по рекомендациям из качковских журналов, по методикам чемпионов. И именно они не будут верить в вашу натуральность, как атлета. Большинство их, неправильно начавших свой путь, бросят это дело уже через пару месяцев, а многие и через пару недель. Пополнив с собой ряды троллей и хейтеров, уверенных в том, что построить мощное, по-спортивному красивое и сильное тело невозможно без применения фармакологии. И это будет вам главным мотиватором. Успехов, друзья, сухой мышечной массы, а также роста силы без травм. Увидимся в тренажерном зале! Субтитры создавал DimaTorzok